МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небезопасным оказался так называемый безопасный счёт для жителя Ковылкинского района. Телефонные мошенники убедили 28-летнего мужчину перевести более полутора миллионов, но указаны ими реквизиты. Сначала неизвестный представился сотрудником ФСБ и рассказал о якобы попытке взять кредит от его имени. Затем с местным жителем связался лжепредставитель банка и велел перевести деньги на счёт, который укажет. Мужчина перечислил все свои накопления. На следующий день ему вновь поступил звонок. Во время беседы злоумышленник убедил молодого человека оформить автокредит на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Полученные денежные средства он также перевёл неизвестному. В последующем, осознав, что стал жертвой мошенников, заявитель обратился в полицию. На покупке внедорожника житель Саранска потерял более миллиона рублей. В мессенджере 37-летний мужчина договорился с перегонщиком иномарок о приобретении Тойоты RAV4 рельс Брянской области. Тот пообещал доставить машину в течение недели при условии стопроцентной предоплаты. Покупатель поверил неизвестному. Но просьбы о дополнительных переводах не закончились. Тогда приятель жителя Саранска поехал в Брянск и обнаружил, что по указанному адресу внедорожника нет. А продавец перестал выходить на связь. В результате мужчина обратился в полицию. МВД Преспублики Мордовия напоминает гражданам о правилах безопасной торговли в сети интернет. Будьте осторожны при совершении онлайн-сделок. Помните, что переводя денежные средства напрямую неизвестному лицу, вы действуете рискованно. Пользуйтесь официальными способами доставки от онлайн-сервисов, где представляется гарантия сохранности платежных средств во время проведения сделки. 58-летняя жительница Кадошкинского района незаконно поставила на миграционный учет гражданина Азербайджана в селе Старая Дракена. Хотя изначально знала, что жить там он не будет. Теперь сотрудники полиции разыскивают иностранца. По факту нарушения миграционного законодательства проводится проверка. МВД Преспублики Мордовия напоминает жителям региона. Осуществляя эффективную постановку на учет иностранных граждан, вы не только совершаете уголовно наказуемые деяния, но и, возможно, способствуете сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений или скрывающихся от розыска. Просьба ко всем, кто располагает информацию об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 47-77-71 или 02. Легкие деньги. Житель Лямберского района забрал 36 тысяч рублей из чужого кошелька. Его он нашел на парковке магазина на северо-восточном шоссе в Саранске. Приятель порекомендовал ему найти владельца имущества, но мужчина все же решил забрать себе находящиеся в кошельке деньги, а остальное выбросил. Заявление в полицию от потерпевшего поступило на следующий день. В ходе оперативно-розыслых мероприятий личность фигуранта была установлена в кратчайшие сроки. Мужчину задержали по месту жительства. Вину в содеянном он признал полностью. Часть похищенного изъята. В отношении жителей Лямберского района избрано мера принуждения обязательства явки. Смертельная авария произошла в Ордатовском районе 11 июня. 71-летний мужчина на мотоблоке выезжал на трассу со второстепенной дороги, но не обратил внимания на приближающуюся ВАЗовскую десятку. И машина врезалась в мотоблок. Пожилого мужчину доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался. Травмы также получил и 42-летний пассажир мототехники. В Зубовополянском районе любитель скоростной езды сбил велосипедистку. Авария произошла в райцентре на перекрестке улиц Шильтяево-Кирово. 29-летний водитель грузовой «Газели» поворачивал, но не смог объехать 53-летнюю женщину на велосипеде. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. В госавтоинспекции отметили, что в этом году он 12 раз был наказан за превышение скорости. Из-за нарушения правил проезда перекрестка в Рузаевке на улице Гагарина столкнулись «Киа-Рио» и «Вазовская пятерка». 54-летний водитель иномарки не уступил дорогу. В результате аварии водитель, 29-летняя и 75-летняя пассажиры «Киа», а также 73-летняя пассажир «ВАЗ-2105» с различными травмами доставлялись в больницу. На автодороге Темников-Барашево-Тенгушево в аварии пострадали два молодых человека. 22-летний водитель «ВАЗ-2105» не вписался в поворот на скорости, машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Травму получил сам виновник аварии и 23-летний пассажир. В посёлке Луховка Октябрьского района Саранска не справился с управлением «Форда Фокуса» 40-летний водитель и слетел в кювет. Медикам пришлось оказать ему помощь. 12 июня рано утром в Саранске на Александровском шоссе под колёса машины попал пешеход. 62-летнего мужчину из-за невнимательности сбил 77-летний водитель «ВАЗ-2106». Пострадавшему пешеходу назначено амбулаторное лечение. Пьяный мотоциклист пострадал в аварии в Больших Березняках. 22-летний молодой человек, не имеющий права управления, на незарегистрированном мотоцикле «ХДЗ» в пьяном виде мчался по улице Больничной, но не вырулил и врезался в металлическое ограждение. Он получил травмы, которые будет лечить дома, а его мотоцикл помещен на стоянку. В Торбеевском районе разыскивают без вести пропавшего Понякина Фёдора Васильевича 1949 года рождения, жителя села Красаевка. Днём 9 июня он ушёл из дома, и до настоящего времени о нём ничего не известно. Заявление в полицию о розыске поступило в полицию 12 июня от брата мужчины. Всем, кто обладает информацией о местонахождении Понякина, просим сообщить по телефону 2 1002 от города 83 456, 38 59 80 от города Саранска 83 42 или 102. Субтитры подогнал «Симон»!